сегодня все больше и больше людей обучаются онлайн онлайн обучение у всех на слуху и сегодня можно даже получить высшее образование онлайн вначале давайте ответим с вами на вопрос а что же такое онлайн обучение все просто онлайн обучение это дистанционное обучение через интернет на специально разработанных учебных платформах или сайтах последнее время на западе у нас распространился термин и learning который означает дистанционное обучение в электронной форме на специальных учебных платформах о которых мы с вами еще поговорим получается что онлайн обучение если можно так сказать это современная форма дистанционного обучения которая стала возможной благодаря развитию информационных технологий само понятие дистанционное обучение существовало достаточно давно и подразумевала обучение на расстоянии когда студент получает учебные материалы по почте считается что впервые дистанционное обучение появилось еще в далеком 1858 году в лондонском университете такое обучение не было достаточно интерактивным потому что процесс доставки учебных материалов от преподавателя к студенту занимал много времени современные технологии позволяют сделать этот процесс мгновенным и благодаря современным технологиям удается устранить основные недостатки дистанционного обучения сделав его интерактивным и по-настоящему качественным сегодня вам уже не нужно ничего получать по почте все необходимые материалы и ресурсы уже есть в виртуальном классе вам не нужно ничего отсылать по почте достаточно загрузить выполненные задания в виртуальном классе на компьютере смартфоне и планшете у каждого студента есть свой персональный доступ поэтому неудивительно что онлайн обучение становится все более и более популярным на западе в европе сша также у нас она уверенно оттесняет более дорогое традиционное образование уже 2007 году более двух с половиной тысяч университетов сша открыли онлайн отделений более четырех миллионов студентов хотя бы один курс своей программе прошли онлайн понятно что сегодня эти цифры в десятки раз больше курсера организация которая предлагает бесплатное онлайн обучение от ведущих университетов мира приобретает ежемесячно новых пользователей больше чем фейсбук или twitter онлайн обучение может быть синхронным может быть асинхронным давайте с вами посмотрим в чем отличие синхронный режим онлайн обучения привязан к календарным датам группа студентов начинает обучение в один определенный день все учатся по одинаковому расписанию и предполагается что все закончат обучение одновременно асинхронный режим он более индивидуален каждый студент обучается независимо от других студентов он начинает обучение по курсу тогда когда у него получается и заканчивает тогда когда у него есть на это возможность у каждого подхода есть свои плюсы и есть свои минусы больше плюсов быть может у синхронного подхода к онлайн обучению так как студенты одновременно изучают одну и ту же тему могут лучше обсудить ее на учебном форуме лучше взаимодействовать с ведущим курса синхронном режиме также могут использоваться вебинар когда студенты смотрят лекцию не в записи а в режиме реального времени и они могут даже задать вопрос преподавателю и практически тут же получить на него ответ асинхронный режим может быть единственной возможностью для тех кто в силу различных обстоятельств не может следовать жесткому недельному расписанию кто-то может учиться вахтовым методом семейные обстоятельства могут вынудить кого-то на время оставить обучение еще одним преимуществом асинхронного режима является то что студент может изучать одну и ту же тему столько времени сколько ему необходимо для того чтобы полностью в ней разобраться и все хорошо понять ведь не секрет что способность у нас все у всех разные кому-то достаточно посмотреть лекцию один раз чтобы все хорошо понять а кому-то требуется посмотреть ее два или три раза кому-то достаточно двух часов написания эссе или письма работы кому-то нужно несколько вечеров чтобы все хорошо обдумать изложить свои мысли в асинхронном режиме так же как и в синхронном используются те же элементы для онлайн общения также используются форумы также студенты могут выразить свое мнение также они могут задать вопрос ведущему курса могут посмотреть что написали студенты которые изучали этот курс до них теперь давайте посмотрим кто же является участниками процесса в обучение онлайн как мы уже поняли это студенты также есть преподаватель который разработал материал курса помимо этого в онлайн обучение есть еще один участник процесса это тьютер или вы еще называют иногда фасилитатор это опытный эксперт который помогает студентам усваивать материал курс он может ответить на все вопросы связанные с курсом иногда роль фасилитатора выполняет преподаватель но чаще это разные люди фасилитатор или его еще можно назвать помощником или ведущим курса он всегда сможет ответить на любые вопросы связанные с курсом какие задания остались невыполненными какой форме необходимо загружать задание и так далее так далее поэтому онлайн общение может быть достаточно интерактивным а последние исследования в области образования показывают что общению участников процесса обучения очень важно для усвоения знаний поэтому в онлайн обучение используются необходимые элементы чтобы каждый учащийся почувствовал себя частью учебного сообщества это форумы на которых можно обсудить те или иные темы если мы говорим о христианском онлайн обучение то используются молитвенные виртуальные комнаты специальные форумы на которых студенты могут поделиться своими молитвенными нуждами получить молитвенную поддержку других студентов онлайн обучение может быть полностью дистанционным а может быть частично дистанционным или смешан полностью дистанционное онлайн обучение подразумевает только сетевое общение при смешанном онлайн обучении часть обучения проходят в сети, а часть в классе с преподавателем. И студенты могут начать готовиться вот к этой учебной сессии с преподавателем за несколько месяцев в виртуальном классе. Они могут читать учебник, они могут даже смотреть лекции, сдавать тесты, обсуждать какие-то вопросы на форуме с другими студентами. Так что, приезжая на сессию, они уже достаточно подготовлены, и они могут использовать вот это время с преподавателем наиболее эффективно, задавая вопросы, выясняя, что было непонятно, и обсуждая сложные темы вместе с преподавателем. Каким бы ни было онлайн-обучение, оно требует от студента повышенной мотивации и самодисциплины. Ведь сам студент решает, когда он начинает учиться и когда он заканчивает. Он сам руководит собой в этом нелегком деле усвоения знаний. От студента требуются такие качества, как настойчивость, постоянство, целеустремленность. Необходимо регулярно отводить время для обучения. Об этом мы с вами еще поговорим, когда будем обсуждать факторы успеха в онлайн-обучении. От студента требуется больше самостоятельности или, если хотите, зрелости. Но при этом онлайн-обучение может быть поистине настоящим приключением, удивительным и захватывающим погружением в мир знаний, в процессе которого студент приобретет не только сами знания, но и так необходимые сегодня навыки самостоятельного непрерывного обучения. Итак, мы с вами дали определение онлайн-обучению, мы с вами рассмотрели различные формы онлайн-обучения и далее мы с вами поговорим о преимуществах онлайн-обучения. Субтитры сделал DimaTorzok